Итак, дорогие друзья, все, мы опять снова проводим уроки, прямые эфиры. Мадим Лесимха, сейчас мы возвращаемся к изучению Мишли, притчи царя Соломона, мудрейшего из людей, который он точно знал, как правильно жить. Влад, привет, Мадим Лесимха, звоним уходим в Люсосон, Влад Козов, чтобы было, значит, все. Все. Влад, а ты сможешь потом поставить описание с предыдущего урока? То есть, пожалуйста, найти вот предыдущий урок, скопировать описание и вставить и номер урока, потому что я не мог найти, уже давно был предыдущий урок по Мишли, и я не мог найти там ни номера, ничего. Пожалуйста, в описание потом вставь. Влад, это редактор портала ВАИКРА, он ставит все статьи, все редактирует. То есть, можно сказать, что он, как когда-то был Юшоа Бен-Нун, который готовил в Бет-Медраше скамейки для изучения Торы, так он, как Юшоа Бен-Нун, только портала ВАИКРА. Влад Козов. Влад, молодец. Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, значит, в которой мы сейчас находимся уже пятая глава, седьмой отрывок, и он говорит, ВАТА БАНИМ ШИМУЛИ. Опять он продолжает, то есть, у него вот интересная вещь, что он все время напоминает, несколько раз было, ШМАБНИМУ САРА ВИХАВА, АЛЬТОШТУРАТЕ МЕХА, СЛУЖАЙТЕ СЫНОВЬЯ, УХО ПРЕКЛОНИ, там, и так далее. Зачем он это все каждый раз говорит? Он это говорит, очень важную такую вещь, что человек, человек, он когда мир воспринимает, он все время, его внимание рассеянное, он там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, особенно современный человек, он вообще свою голову не контролирует, он просто находится постоянно в состоянии такого полусна, дых туда-сюда, то есть, у него внимание полностью рассеянное. Царь Соломон, ШИМУ, он говорит, ВАТА БАНИМ ШИМУЛИ, вот сейчас, он говорит, СИНАЯ, «Послушайте, ШИМУ, ШИМУЛИ, 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 ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ, ГОВОРИТ, ВАЛЬ ТА СУРУ МЕИМ РЭЙ ПИ, И НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ СВОЕ ВНИМАНИЯ ОТ МОИХ СЛОВ, ОТ ТОГО, ЧТО Я ПРОИЗНОШУ». То есть, это конкретно, если человек хочет что-то выучить, хочет что-то понять, вообще, если он хочет просто осознать реальность, которая с ним происходит, ему нужно уметь сосредотачиваться, фокусироваться, то есть, это главное качество, которое отличает людей, которые управляют своим умом и используют его на 100%, от людей, которые не используют свой ум на 100%, это умение концентрироваться и сосредотачиваться. В наше время это умение практически полностью большинством людей, 99% людей, утеряли этот навык, вот эта вот сосредоточенность. Но если мы посмотрим, все ученые, все писатели, все великие люди, которые создают что-то в этом мире, у них это качество, фокусировка и концентрация, оно обязательно присутствует, прямо, ну, обязательно. Причем, например, даже в таких простых вещах, как стать президентом США, да, Дональд Трамп, он настолько умеет фокусироваться, что я читал его книгу, он говорит, я 30 лет, вот у меня есть цель, я 30 лет к ней иду, и я не отступаю, пока ее не достигаю. То есть, вот эта вот концентрация, вот это усилие, который, который когда-то нам Раби Акива нам сказал, что, как он стал Раби Акива, величайшим мудрецом, он говорит, я увидел, как вода капает на камень, увидел, что вода, которая капает на камень в одно место, делает дырку в камне. Так он сказал, тогда я только понял, неважно, сколько мне лет, 40 лет ему было тогда. Если слова Торы, если вода может сделать дырку в камне, слова Торы, если я их буду постоянно учить, они 100% изменят мой мозг, изменят меня, изменят мою жизнь. Поэтому царь Соломон, он неоднократно, перед каждой важной вещью, в каждой главе он повторяет. Ата говорит, а теперь Баним, Шимули, а теперь послушайте, прислушайтесь, и у вас тогда будет совсем другое впечатление. То есть, если вы вдумаетесь хотя бы в одно слово, но вдумайтесь в него, да, в любое слово Торы, то вы через любое слово соединитесь с Богом. Только нужно для этого, что? Шимули, прислушайтесь ко мне, он говорит, И когда вы прислушались, не отвлекайтесь от того, что я сейчас скажу. А что он нам сейчас хочет сказать? Он говорит, может быть, отдашь ты тогда для чужих одеха, для чужих свое одеха, это как, ну, сияние, свое, ну, свое, свое сияние, скажем так, да, что ты отдашь для других свое сияние, и... Баним, Шимули, пропустил я один посук, секунду, извиняюсь, я перескочил через один. Он говорит, прислушайтесь ко мне, это я сказал, это был седьмой отрывок. Восьмой отрывок. Архет Меалея Даркеха. Он говорит, отдали от нее, мы до этого учили про плохую женщину, которая, с одной стороны, плохая женщина, с другой стороны, это метафора на разные системы мировоззрения, философии, просто какие-то системы интеллектуальные, да, которые в притчах, они ассоциируются, они как бы метафора с чужой женщиной. И он говорит, Архек Меалея Даркеха, убери от нее свои пути, в Альти Крав Эль Петах Бейта, и даже не приближайся к порогу ее дома, чтобы она на тебя не выскочила. То есть, даже выключенный телевизор не смотри. Даже выключенный телевизор дома не держи. Это называется, не приближайся к порогу ее дома, да. То есть, понятно, что включенный телевизор нельзя смотреть, потому что даже если ты говоришь, да, я как бы, ну, что там я смотрю на него? Он входит в голову, он рушит мозги, он, слова эти, они становятся как семена, которые прорастают потом. И хочешь, не хочешь, уже все, кто посмотрели сейчас про, про трагедию в Темерово, да, она у них у всех живет внутри. И она будет теперь им каждый раз при виде кинотеатра, они будут вспоминать подивших детей. И зачем им это надо, непонятно. Зачем нужно было смотреть в каждых новостях все эти критии ужасы, критии ужасы, критии ужасы, запустить эти все критии ужасы в себя. Да. И дальше, каждый раз, видя кинотеатр, торговый центр и так далее, мозг будет ассоциативно вызывать эту всю историю и пугать людей, которые на это смотрели, да. Узнать – да, пожалеть – да, посочувствовать – да, смотреть на это, слушать это и впускать это в свою голову, для того, чтобы оно поселилось там. Я считаю, что это не совсем правильно. Теперь дальше. Если мы говорим про философские разные течения, про разные философские течения, значит, какие есть философские течения, да, сейчас вот, ну, какие есть философии сейчас-то. По большому счету, сейчас нет никаких философий, уже не осталось, да. Хотя, хотя есть. Я вчера, например, случайно нашел какой-то там тренер сейчас популярный, даже не буду назвать его фамилию, такой бред несет. Вот, я такого бреда, я не слышал ни вообще. Ты бог, значит, вся мудрость – бред. Тебе не надо ничего знать, тебе просто надо чувствовать себя, любить себя, и ты бог. И все, и он такое несет на полном серьезе, вообще в костюме, в галстуке, в белой рубашке, с там десятки тысяч подписчиков, потому что он уверенно несет бред, который, в принципе, человеку дает, ну, какие-то приятные ощущения во время его услышания, да. И он говорит, не слушайте про Бога ничего. То есть он говорит, вообще про Бога не надо ничего слушать. Бога надо чувствовать в себе, ты бог. Вот, ну как? Он говорит фразу такую, интеллектом его постичь нельзя. А раз его нельзя постичь интеллектом, значит, его не надо пытаться постигать, значит, ничего про него учить не надо, читать не надо, а надо просто отдаться своим влечениям, и, ну, кайфовать, и чувствовать момент. Ну, в общем, даже не хочу. Теперь вот об этом сказал нам царь Соломон еще заранее. Он говорит, отдали от нее свои пути и не приближайся даже к входу, к ее, к ее входу. Этой женщины плохой, но имеется в виду неплохая женщина, а кто имеется в виду? А кто имеется в виду компьютерные игры? Почему он объясняет в девятом отрывке? Пен тетен ля хрим о деха. Потому что отдашь ты для другим свое, свое сияние, свой талант ты отдашь для другим. Потому что все то время, когда человек отдает свое внимание компьютерным играм, телевизору, развлечениям, фильмам, он все это время, он его выкидывает в мусорку, свое внимание, свою жизнь, и отдает другим. А кому он отдает? Режиссеры фильмов или создатели компьютерных игр? Они создают, они сами в это не играют, они создают это. Они все свое время тратят для того, чтобы создать это, и потом это продать и влиять. Есть люди, которые влияют, а есть люди, которые под влиянием. Есть люди, которые проактивные, которые создатели, а есть люди, которые реактивные. Они реагируют, то есть они управляемые, и они все время и ждут, какой на меня стимул, с какой стороны набросят, чтобы я мог на него отреагировать. Потому что сами они производить ничего не умеют. Чтобы производить, нужна сосредоточенность, концентрация, фокусировка. И это нужно для того, чтобы что-то производить. Но если нет концентрации, фокусировки, нет этого стержня внутреннего, тогда человек, он все время ищет, чтобы кто на меня повлияет, какой внешний стимул на меня повлияет, чтобы не убить свое время. Потому что мне с собой нечего делать, у меня нету никакой цели, у меня нету моего внутреннего стержня. Мне нужно обязательно реагировать на какие-то внешние постоянно стимулы. И так и происходит. И предупреждал нас царь Соломон Шлома Мелых. Он говорил так. Может быть, если ты будешь смотреть в разные стороны, то ты отдашь для чужих свое сияние. Вэшнатейха ляхзари. И годы твои отдашь жестокости. Какой жестокости? Жестокости имеется в виду, да? Отдашь жестокости. Знаете, чему отдашь? Значит, те люди, которые, они идут за этими стимулами, они потом отдаются, эти же стимулы, они очень жестокие. Самый жестокий, самый яркий пример, как люди отдаются внешним стимулам. Сидит человек, ему скучно, ему нехорошо. И он, значит, думает, ну как, что-то создать, у меня сил нету. В фокусировке у меня нету, цели у меня нету, работать долго я не могу, тренироваться я не могу, учиться я не могу, а удовольствие-то хочется. Как мне получить удовольствие? Полегче, попроще. Я привожу сейчас крайний пример, о чем говорится, что ты отдашь свои годы жестокости, жестокой власти. Самая жестокая власть – это наркотики. Когда наркотики, человек начинает употреблять наркотики. Ему на короткое время хорошо, но потом эти наркотики его зацепили, и он уже не может с них слезть. Они уже его жизнь уничтожают. Жизнь его уничтожает, это имеется в виду наркотики крайняя грань. Теперь возьмем не наркотики, еда, компьютерные игры, телевизор. Любое вот это вот легкодоступное удовольствие, которое тебя включает без твоего участия, потом оно тебя забирает и становится жестоким, потому что ты без него уже не можешь. Когда ты получил вот это вот легкое удовольствие, дальше ты должен постоянно его теперь искать, 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 за ним бегать. Оп, они тебя поймали. Это называется, что ты отдашь свой талант, его вытянешь в мусорку чужим, чужим людям, которые смогли реализовать свой талант, и отдашь жестоким вожделением и увлечением, отдашь что? Полностью свои годы отдашь. Все, жизнь проходит, и такой человек, он остается никто, ничто, а рус. И все, выброшенный, выжатый, как 99% общества потребления в рабстве, просто конкретно в рабстве, еще со времен Рима, хлеба и зрелищ. Дали народу чуть-чуть хлеба, немного зрелищ, и дальше народ работает. Раньше это было рабство узаконено, были рабами. Сейчас человеку его говорят, купи в расстрочку на 30 лет квартиру, и все, теперь на 30 лет ты раб, все, ты раб. А он пашет без остановки, потому что вылезти из этого он не может. И в свободное время, вместо того, чтобы расти, развиваться, учиться, создавать себя, создавать свою личность, он занимается дешевыми удовольствиями, смотрит телевизор, и все, все. Жизнь проходит в пустоте. И это то, о чем сказал царь Соломон, что ты отдашь, может быть, он говорит, может быть, ты отдашь для чужих свое сияние, свой талант, если ты не сможешь сосредотачиваться, и свои годы отдашь жестоким вожделением. Десятый пастук. Пен из БУ за Римку хэха. И он говорит, что чужие, они съедят все твои силы. Чужие съедят все твои силы, предупреждает нас царь Соломон. Ва цавэйка бэбэйт нохри. И говорит, будут все твои энтьё тоил. Что такое тоил? Ацавэйка. Значит, сейчас мы узнаем. Ацавим. Амун хаман гасэйка шэсакта бэцвун. А, он говорит, и все твои ацавэйка, он говорит, интересно, вообще, это грусть. Он говорит, все, что ты тяжелым трудом заработал, заберут другие. Все это останется у кого? У бэйт нохри. Что он имеет в виду? Ну, значит, если говорить про женщину, что если ты, тут идёт как бы две линии. Первое, если ты женишься на чужой женщине, на плохой развратной женщине, то тогда твои дети от неё, они будут как дети царя Давида, которые потом пошли на него войной. Афшалом пошёл на него войной и хотел его убить. Как Бен Сорер в МРЭ, как сын, который восстаёт на родителей, это он женился на, как раз вот в Торе, если это известнейшая история, как если ты выйдешь на Милхама и встретишь там красивую видом женщину, и ты на ней женишься, и потом у тебя будет, потом ты поймёшь, кто она, но уже она твоя жена, ты не знаешь, что с ней делать. Потом родится сын у неё, и если он старше, ты должен по Торе всё равно с ним вести себя как старшим сыном. А если ты с ним не ведёшь себя как старшим сыном, как было вот у царя Давида, то Афшалом на него пошёл войной. И потом, получается, из этих детей Бен Сорер в МРЭ, да? Значит, что из этого следует? Из этого следует, это если мы идём по линии, что женщина, вот эта вот, плохая женщина, это именно её плохая женщина, если ты выбрал не ту жену. А если мы говорим, что плохая женщина – это чуждое мировоззрение, чуждая идеология, то тогда просто сожрут все твои силы, те люди, которые создают для тебя развлекательные продукты, они заберут у тебя всё, потому что ты будешь каждый раз делать то, что они скажут. И, значит, об этом нас предупреждал царь Соломон. Царь Соломон нас об этом предупредил конкретно. И одиннадцатый отрывок, чтобы уже было совсем понятно. И будешь ты кричать в конце дней своих, вот так вот, ааа, нагамта, вот так вот, ааа, будешь кричать. И, значит, что в конце дней своих бихлот басареха, когда сожрут твое мясо, твое тело, сожрут болезни, вы и шареха, и всё твое имущество, всё сожрут болезни. Это сейчас, может быть, для слушателей удивительно, что я в таком настроении. Просто здесь у меня мои сыновья как раз слушают, и я бы хотел, чтобы они тоже услышали. Они сейчас в молодости как раз находятся, и сейчас вот они как раз выбирают между тем, или каждый день заниматься созданием себя, учебой Торы, работой над собой, работой над своим здоровьем, созданием чего-то полезного для мира, для людей, и созданием прежде всего себя, своего внутреннего мира. Или целыми днями искать развлечения, искать, где ещё развлечься, где ещё получить удовольствие, где ещё полегче, чтобы не напрягаясь, полегче там зацепиться. Зачем молиться тяжело, если можно не молиться, а просто в это время мультик посмотреть? Зачем учить Тору, хотя можно в это время посмотреть, в компьютерную игру поиграть? Зачем заниматься спортом, если можно в это время посидеть, опять же, в компьютерные игры поиграть? Если человек становится на эти рельсы, все, он разрушен, жизнь пустая и ничего с ним не будет. Можно во взрослом возрасте, можно сойти с этих рельсов тоже. Любой человек может перевести себя на рельсы системной, постоянной работы над собой. Раби Акива в 40 лет начал учить Тору, начал с нуля учить Тору, с букв, прям конкретно, пошел со своим сыном в Хедер и начал Алифбет, выучил Алифбет, потом научился читать. Берешит Бараилу Тима Ташамам Вет Аретс. Каждый день он учился и слой за слоем, слой за слоем он поднимался и к 80 годам он стал глава мудрецов Израиля, начав 40 лет. То есть у любого из нас есть в любой момент жизни возможность прямо через Тору, потому что когда человек учит Тору, у него есть божественная поддержка, у него есть сиятадишмай, то что называется божественная поддержка, и Бог ему начинает помогать, поэтому самое главное, с чего начать, научиться молиться, научиться учить Тору и выполнять митцвот, выучить все заповеди. И делать заповеди, то есть это огромная невероятная сила по созданию себя, созданию человека и созданию потом той жизни, в которой тебе будет хорошо. Все, значит, всем прекрасного дня. Сейчас холямаэт песах, маадим ле симха, но самая большая радость это в соблюдении заповедей, в изучении Торы и в том, что делаешь правильные вещи. И не отдавайте чужим свою силу, свое время, свои деньги, всем вот этим маркетологам нет, все вообще, общественного употребления нет. Здоровая, простая жизнь это лучше всего, здоровая, простая, понятная жизнь. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, радоваться надо солнцу, солнцу, небу, воде, хлебу и Торе. Все, удачи, успехов, всем пока.